Принято считать, что лук появился в Азии Но с течением времени его начали выращивать практически во всех континентах А все потому, что он отличается прекрасными вкусовыми качествами И, конечно же, долго хранится в долгие зимние месяцы Но и не стоит забывать о том, сколько лук подарил нашим домохозяйкам слез Как он это делает, узнаем из рубрики «А знаете ли вы?» Здравствуйте! А знаете ли вы, почему от лука слезятся глаза? Луком называют больше 400 видов растений, среди которых есть не только съедобные, но и декоративные Но плакать повару заставляет лук репчатый, который используется в кулинарии чаще других разновидностей семейства В качестве приправы он используется в овощных, мясных, даже молочных блюдах Из лука варят супы и конфитюры, готовят соусы и маринады Луковый сок обладает бактерицидным и стимулирующим действием Содержит много витаминов и минеральных веществ Но эфирное масло в его составе имеет характерный вкус и аромат Резкий, стойкий, с горчинкой Оно выделяется при повреждении луковицы, например, во время нарезки И с помощью летучих веществ фитонцидов поднимается в воздух Вот тогда-то режущий лук человек начинает плакать Но, конечно, ни сентиментальность, ни даже аллергические реакции тут ни при чем Среди микроэлементов, входящих в состав лукового сока, есть и сера Попадая на слизистую оболочку и поверхность глаз человека, нарезающего лук, она вызывает раздражение Выделение слез – естественная реакция организма, чтобы смыть раздражитель и очистить от него глаза Казалось бы, все просто, но недавно ученые выяснили, что механизм лукового плача намного сложнее Оказывается, слезы не только смывают фитонциды, но и смешиваются с ними, образуя серную кислоту Ее количество мизерное, и все же их достаточно, чтобы организм продолжил защищаться Таким образом, чем вы сильнее плачете во время нарезки лука, тем больше новых слез будет выделяться Кстати, фитонциды лука попадают не только в глаза, но и на слизистую оболочку носа Поэтому во время его нарезки у людей с повышенной чувствительностью текут не только слезы, но и...